Работаем, друзья мои. Настя, вперёд. Татьяна пишет, что можно воспаление уха. Врачи говорят, что из-за искривления перегородки носа слизь скапливается в ухе. Можно ли промывать уши и нос? Понятно. Тут, когда врачи говорят, я вспоминаю этот анекдот, когда я его уже, кажется, рассказывал, может нет, друзья мои. Когда к сексопатологу приходит мужчина и говорит, вот вы знаете, мне 62, и у меня я импотент, а у меня у соседа 79, и он уго-го. А врач говорит, а кто он сказал? Он говорит, он сказал, говорите и вы, слушать, что говорят врачи, то шансы ваши на дальнейшую жизнь будут уменьшаться прямо пропорционально тому, сколько вы их будете слушать. Чем больше вы их слушаете, тем короче ваша жизнь. Что они говорят, а что они знают? Если существует воспаление, значит присутствуют микроорганизмы. А при чём тут искривление? Искривление может способствовать появлению микроорганизмов, но отнюдь не имеет никакого... Там есть воспалительный процесс, там находятся микроорганизмы. Там иммунная система занимается этими микроорганизмами. Там идёт воспалительный процесс, и иммунная система не даёт им дальше двигаться. Я буду делать видео, в котором я говорю, как по поводу правильности процедур. Когда вы промыли ухо, например, и разусь сильный воспалительный процесс. Почему? Потому что вы добились какого-то результата. Есть воспалительный процесс после процедуры, да? Значит вы чего-то добились. Нет воспалительного процесса. Ничего не добились. Поэтому не перегородка виновата, искривление там чего-то, а виноваты микроорганизмы. Вам надо поднимать иммунитет. Следующий вопрос. Наталья из Харькова спрашивает, как вы боролись с сильными болями? Да, Наташа, плохо боролся. Как говорил Жванецкий, это не борьба, и это не результат. Боль, она боль. Боль надо терпеть, и я её терпел, и терплю. По причине того, что если есть боль, значит есть определённые движения в исцелении. То есть есть боль, она свидетельствует о том, что там происходит работа. То есть лимфоциты, лейкоциты, всё что угодно. Нейтрофилы, техилеры работают над тканями, воюют. Соответственно войны, что мы имеем? Воспалительный процесс. Расширение, воспаление, давление на нервные окончания. И мы имеем что? Боль. Просто и примитивно. Поэтому боролся, борюсь. Я вам скажу более того, я рассматриваю свой организм как машину. То есть я машина, с машиной не то. Надо терпеть, надо делать, а что? Если не делать, то что получится? Ничего не получится. На сегодня всё, друзья мои.